Приветствую вас, друзья мои, с вами Садридин. Я вот опять получил очередной пакет с компанией Jerry's Artorama, куда я заказывал некоторые вещи для художественного творчества. Человеку, увлекающемуся живописью, всегда приятно получать вот такие вот посылки со своими заказами. Я люблю, да, выбирать в Амазоне, выбирать в компании Jerry's Artorama все новые и новые товары для расширения своего кругозора. Поэтому заказал разные вещи. Здесь у меня два пакета, вот здесь еще внизу пакет. Я хочу вам показать, что я заказал и с какой целью. Уберем. Вот здесь у меня, как видите, oil pastels от Sunilier. Это считается самая лучшая пастель от компании Sunilier для профессиональных художников. И второй oil pastel for artists от компании Mungyo. Это корейская компания, это нидерландская компания. И альбом для масляной живописи. Бумага для масляной живописи от компании Startmall. Вот такой альбомчик. Здесь 10 листов. Я это заказал для выезда на пленэр. В путешествиях, чтобы писать. Не будешь возить с собой панели или еще холсты еще к тому же. Они более объемные. А это аккуратно здесь 10. Можно нарисовать в путешествии 10 этюдов. И это компактно, удобно. Для пастель я заказал специально вот в Амазоне тоже альбом. Сейчас тоже хрой. И посмотрим, что здесь. О, вот она. Здесь альбом для масляной живописи 9х12, а здесь 11х14. Два альбома. Они продают по два альбома. Я их заказал. Вот они. О, черные листы для пастели. Они очень... 140 мб толщина для пастели очень хорошие. Рекомендовали. Я прочитал все отзывы в Амазоне художников. И все про эту бумагу, скетчбук, очень хорошо отозвались. Это тоже можно возить с собой в путешествия. И также можно писать дома. Размер такой, который я люблю. 11х14. Вот две штуки. Вот такие мои приобретения. Я занимаюсь масляной живописью. Занимаюсь в периоды, когда масляная живопись должна выстояться немного. Подсохнуть. Для следующего сеанса я занимаюсь акварельной живописью. И я что-то заинтересовался попробовать пастель. Она удобна в путешествиях. В любом месте можно им пользоваться. Для того, чтобы создавать красивые этюды, вот эта бумага для начала, я думаю, вполне подходит. Потому что я еще ни разу не писал, а буду только теперь пробовать и тренироваться. Для этого у меня здесь два блокнота. В каждой по 30 листов. 60 листов вполне достаточно, чтобы набраться хорошего опыта. Итак, бумага и две пастели профессионального качества. Используя эти две пастели в сочетании, оба пастели профессионального качества, значит, для подмалевок буду использовать пастель, пастели Мунгё, южнокорейской компании. И потом уже дорабатывать на самую лучшую пастелью Санильер. Санильер более мягкая, а Мунгё чуть-чуть потверже, что именно и надо сначала для подмалевка не толстыми слоями пастелью Мунгё, а потом дорабатывать буду пастелью Санильер. Они в сочетании вполне достаточно для работы в студии. Для пленера я не буду носить с собой бумагу такого большого формата. и много разностей. Для пленера у меня достаточно будет одной этой пастели. Вот у меня есть компактный дорожный набор вот в этом поясном кошельке. Здесь у меня самый компактный дорожный набор для пленера. Вот можете посмотреть, что у меня есть. Здесь вот такая вот... Я уже видео делал, просто сейчас вам просто коротко. Здесь у меня складные кисти. Я не стану уже всё показывать, потому что я уже делал... Здесь у меня, значит, салфетки, кисти. Кисть у меня опять с водяным резервуаром для воды. Так что много воды с собой носить не требуется. Ну, есть такая небольшая порсунка для воды. Палитра. Маленькая палитра с акварельными красками. И вот такой небольшой скетчбук. Для пленера это вполне достаточно. Для путешествий, когда находишься в пути, рисовать маленькие такие разные, значит, этюдики. Или надо на развернутом листе побольше рисовать. И разукрашивать можно, хотите, на одной странице, хотите, на двух страницах большую, панорамную, в смысле, относительно побольше панорамную, панорамный этюд. И для путешествия этого вполне у меня достаточно. Вот здесь, здесь ещё есть отсек для телефона. И вот, и для кошелька. Теперь я хочу, благодаря этой постели, довести ещё до самого минимума то, что с собой буду брать. Буду с собой брать всего лишь вот эти две вещи. Маленький компактный скетчбук. И капостель Мньо из 12 цветов. И буду писать небольшие картинки на этом скетчбуке. И это хватит мне вполне. Вот так вот. И возьму с собой мастихин. Вот я. Мастихин возьму там для меня. Может быть. И карандаш, ручку. И этого будет вполне достаточно у меня. Тут ещё мяса остаётся много. И таким образом, я могу это продеть через голову. На плечо. Хочешь, одевай на пояс. Хочешь. Вот так вот, через плечо. И на пленэр. Удобно, компактно. И телефон здесь. Даже ещё можно зарядную устройство положить. Вот этого достаточно вполне. Или можно его продеть на пояс. Вот так проделал на пояс. И всё. Вот. Компактно, удобно. Много ничего не надо. Путешествуешь где-то, где бы ни было. На дальних маршрутах. В перелётах. В другие страны летаешь. Не надо ничего. Жамотского брать с собой. Ни таких больших планшетов. Ни много разного. Научиться хорошо писать по стилю. И в этом маленьком скетчбуке делать. Вот такие небольшие ютюды. Ланское будет ли это. Или Сити Кэп будет. Или ещё что. Или в парках там. Или на побережье. Где бы ты ни был. Можешь писать небольшие этюдики. На развернутой странице. На двух страницах сразу. Или на одной странице. Вот так небольшие. И писать небольшие картины. Скетчи. Это тоже развивает мастерство. Которым я очень редко занимаюсь. И это как раз то, что необходимо. И вот сразу сколько вещей убирается отсюда. Вот почему меня очень влечёт пастель. Живопись пастелю. Хочу хорошенько научиться. Работать пастелю. Чтобы делать наброски. Небольшие ютюды в путешествиях. А я намерен много путешествовать. Вот и всё на этом. Пока, друзья мои. Пока-пока. С вами был Сатуриди. Продолжение следует.